Сяду как сидит. Главное, чтобы удобно меня показывать. Ну сядь посерединке. А ты меня все равно подвинешь. Я тебя подвиню. Ну ладно, садись. В те шапки не жалко, а в помещении. Отлично. У меня в шапке в помещении при приказке. Поговорим о шапках. Поговорим о шапках. Тебе какая шапка больше нравится? Из представленных. Безу шапки. Только серьезно. Вот реально. Мне нравится. Ну оказывается, что он рубится. Оказывается. Я его просто пока не пощупал. Но я когда увидел левостороннюю рукоятку, как он открывается, это я чуть позже покажу. Это песня. Единственное, конечно, что не нравится. Тут еще регулируемый газбук, между прочим. Нравится то, что он тяжелый. Нравится с каждым разом все больше. Тяжелый он хорошо, можно приложить, но не прикладывать. Но он весь металлический. Здесь и прикладывали. Он весь металлический. Он весь металлический. Вот такие вот первые. Огнеком, кнепка. Кнепка. Э, э, э. Где-то тут. Ищем кнепку. Или снизу. Снизу. Да, есть. Другая сделана полный. Не торчит, не висит. Не висит. Не висит. А он, к сожалению... Или складывается. Нет. Он зарымлен по умолчанию. Да. Ну, как бы, возможность такая была. Но он длиннее. В 80-е все равно. Нет. Не длиннее. Дело не длиннее. Он не может быть длиннее. Это за какого-то, его сертифицировали действительно. У нас, да. К сожалению, многие говорят о законах, но законы у нас... О законах не законы. Да. Кстати, ребята, всем привет. Если вы не поняли, мы с Флакостар встретились в магазине Safari Днепр для напоговорить на самом деле. Но я думаю, вам будет тоже интересно посмотреть некоторые обзоры у Володи и у меня на канале. Ну, а сейчас мы просто сели поболтать после дневной жары, прохладья магазина. И пообозреваем немножко представленных здесь. Как? Автомат или все-таки, что малая винтовка? Ну, вопрос термина. Давай так. Мне нравится какой вариант. Если здесь винтовочный патрон, значит, что малая винтовка. А если автоматный, то автомат. Я думаю, здесь винтовочный патрон. Но, соответственно, это и винтовка. А какой у нас автоматный патрон? 7,6239, например. Окей, все. Разбедил, да? Вопросов нет. Смотри, можно я пару слов? Абсолютно. Робинсон, да? Давай я, может, на камеру немножко покажу? XCR или как-то так называется модель. Цифка буки. Прочитайте, если кто увидит. Ну, посмотри. Ну, в смысле, здесь нет какого-то яркого, такого популярного брендинга. Есть какое-то цифрное букиное обозначение. Все очень скромно и со вкусом. XCR-M. Да, вот именно так. Кстати, мультикалиберная, мультикалиберная. Ну, на самом деле, имеется в виду, что магазин может кушать 308, еще некоторые калибры, в зависимости от смены ствола. Имеется в виду магазин. Да, извините, я вас перебил. Слушаем дальше. Значит, в чем прелесть и смысл очередной винтовки, как для меня. На сегодняшний день на гражданском рынке оружия тактики не так уж и много. Это буквально несколько производителей платформы R10, которые, во-первых, все один на одного похожи. или если они не похожи, то они стоят очень дорого. И их очень мало. Реально мало. И в данном случае, Robinson это та модель, которая может быть реальной альтернативой тактической винтовке в 308-м кругу. То есть, если мы говорим про охотничьи винтовки, там есть бары, там есть Benelio R2, там есть какой-то определенный упор. А вот тактики, кроме платформы R10, здесь немножко сложнее. И в этом смысле Robinson это очень показательная модель. Она не построена на платформе R10, возможно, они взяли за основу, потому что здесь угадываются некоторые общие детали. Очень отдаленно. Все-таки больше, наверное, кто? Ну, да. Наверное, пулемет. Ну, да. Скорее всего, да. Особенно по Газблоку. Ну, по Газблоку это 100%. Очень похоже. Что я говорю? Что платформа R10 не собирал. То есть, здесь некий набор комплексных решений, которые на выходе дал, ну, в чем-то уникальную винтовку. Сейчас Андрей покажет, что там, почему. Все качельки и педальки. Все качельки и педальки, да. И здесь есть действительно, что посмотреть. Да, посмотрите. Ну, начнем с того, что не совсем привычная для R-системы, что нет даст кавера. То есть, грязезащитная шторка. Ну, не отлично. Здесь своеобразный просто затвор по-своему сделан. Вернее, затворная рама, потому что здесь, кстати, я, наверное, попробую вытащить, посмотрим. Мне кажется, здесь поршень, да? Ну, конечно. Я так сказал, ну, конечно. Ну, я по-моему, я не видел никогда газовую трубочку, да, вот такой вот толщины. А то, в смысле, я просто так сказал, что здесь газовая порция, и я увидел, что здесь трубочка внутри. Окей. Значит, почему Володя сказал, что она, это, скорее всего, тактический карабин? Что уже свидетельство? Черные страшные. Черные страшные, да. Левосторонняя рукоятка заряжания. Близко к стрелку находится, то есть удобно под двоюруку. Раз. Сбросники, сбросник затвора под палец сразу. Сброс магазина. Раз, два. То есть двухсторонний сброс магазина. Извините, я перебью. Да. По контролу, я имею в виду по магазину, по, частично по спуску, по рукояти, по удержанию рукояти, это единственное то, что здесь, по залу, есть с платформы. Ну, не у всякой R10, а оно двухстороннее? Я понимаю, я понимаю, но смысл в чем? Если человек оперировал вон сакой, то беря в руки Огнессон, он будет чувствовать себя комфортно и привычно. Почему же ее и старается? Делать все-таки похоже. Ну, это рукоятка, которая тоже можно решать на себя. Ну, не больной вопрос для меня, но такой, скажем, он не больной вопрос для всех. По тюнингу и когда детали взаимозаменяемые, это очень хорошо и, скажем, не так бьет по карману, можно на что-то другое потратить, чтобы посмотреть. Значит, получается, линтовка полностью амбидекстерная, то есть двухсторонний переводчик огня сбросит магазин, я уже показал. Взвод не амбидекстерный. Взвод, ну, тогда не полностью, частичная амбидекстерная, кроме взвода, к сожалению, но ничего, я думаю, страшного этого нет. Так, кнопочка, сейчас покажу, магазин. Магазин у нас 308, да? Да, но и он же с большой вероятностью совместимый с платформой R10, по виду это 150%. Ну, то есть, стандартный, под стандартную защёлку. Ну, тут надо понимать, что это магазин на 5, на 8 патронов, да? Да, и всего 5. Да, то есть, сюда можно установить магазин любой ёмкости совместимый с платформой R10. Это хорошо, да. И, да, у них большой плюс, они стоят, ну, относительно недорого, и есть в свободном доступе в любой сельской лавке, то есть, не какой-то там, чего-нибудь такого, да? Да. Так, дальше, ну, переводчик показал, сбрось как магазин на двухсторонний, давайте с этой стороны ещё покажу, как он работает. Правда, магазин правильная сторона? А ты его по-другому не вставишь. Ну, что? Не защёлкнется, в смысле. Понятно, что не защёлкнется так. Ну, левый взвод, само собой. Сейчас послушаем звук, страшный звук сброса затвора. Это что-то щель-то. Я думаю, будет хорошо стать. Это будет громко. И как это работает? Работает это вот так. Кстати, обратите внимание на щель, пока не закрыт. Так, защёлка упадёт. Ну, и прекрасно. Не факт, что упадёт. Щель есть, не закрывается, но ничего страшного в этом нет. Потому что сам рычаг является, по сути, своей шторкой. Сейчас я здесь его закрою. И сделаем сброс. Бум! Окей, теперь самое, что мне больше всего понравилось. А почему я сразу, можно сказать, влюбился в этот карабин или штурмовую винтовку. Карабин по-нашему, охотничий всё-таки. Как ни крути. Нет. По-нашему, это штурмовая винтовка. По-вашему. Это по-нашему, по... Не будем называть... Давай не будем заниматься филологией. Все прекрасно понимают, о чём я. Значит, вот, что мне больше всего понравилось. Вот здесь такая педалечка малюсенькая. Нажимаем. И происходит вот такое чудо просто. Нереальное. И мы видим, что у нас винтовка открывается на две половины. Внутри, понятное дело, что ОСМ, ну, скорее всего, не подойдёт от обычной арки. Немного он своеобразный. Но похож. Но по архитектуре похож. Да. Опять же, почему сделали приклад, что они складываются? Потому что пружина не в трубе от бафера, а вот где пружина находится. Собственно, давайте, наверное, достанем пружину из обзора. Собственно, пружинка на направлялке. Никому ничего не напоминает. Кто украл? Талаши? Талаши. Или роженцы. Ну, надо же, как бы... Потролить. Сразу и порщим. Почти, что талаш. Так, а теперь её собрать, обратно, личина затвора выпала. Ещё больше похоже на КМ, да? Да. Но я имею в виду саму личинку. Да, личинка затвора, ударник внутри. Механизм, собственно, запирания. То есть перекоса, ну, перекоса запирания. Поворота. Сколько у нас получается? Ну, получается три боевых упора. Три с половиной. В одном выбрасывании... Половина не может быть. Количество боевых упоров всегда определяет угол, на который поворачивается. Покажи, пожалуйста, коперный штифт. Ну, нет, и паз, сам паз. Если посмотреть, то, смотря на форму и размер коперного паза, можно примерно определить угол поворота боевой личины. Сколько здесь? Градусов 15-20? Нет, ну, побольше. Ну, такое дело. Кому эти градусы интересны? Баффер сразу, кстати, резиновый стоит на... Как это назвать? Это часть затвора, потому что... Наверное, это есть затвор и личина затвора. Наверное, правильно. А вот эту деталь как нам делать? Может, поршень. Поршень вот, а вот эту вот? Поршень? Поршень. Это одна деталь. Если бы их можно было бы разделить, тогда... Вообще, надо спрашивать у парней... Это одна деталь. Оно выкручивается. Ну, и сама. У парней с Робин сама спрашивает, как называют. И вот как оно работает. Прикольно. Оно подержи, пожалуйста, с обранами. Ну, запри затвор. Даже, ну, это я шелкаю. И размыкание происходит поворот от правого затвора. Интересная конструкция, как ни крути. Ну, скажем так, очень своеобразная, очень колоритная, очень такая... Я не скажу, что... И хорошая локализация. Да, я не скажу, что она какая-то уникальная, никем не повторённая. Просто индивидуально интересен сам по себе. Очень здорово реализовывается. Давай, стеку соберём. Если получится. Сожди, ну, если получится. Еще что-то интересное. Лишние детальки выбросим под коврик. Ты говоришь, что нет пинов. Пин есть. И он перееденит на сочленении бафера... О, на сочленении бафера это. А на следом патрула. Подтолкнуть такое дело. Не надо. Да он же легко, он выходит. Легко выходит. Да не надо, а смысл? Ну, смысл... Ты хотел трубку? Я хотел показать... Трубку здесь можно... Нет. Я хотел показать хвостовик ствола. И копиры, копиры боевых упоров, которые находятся на хвостовике ствола. Да, но ударникам мы толкать не будем. Да. Потому что магазинная винтовка. Не будем делать гардерс. Дорого покупать ее, да, поэтому. Дорого? Да, ну... Ну, не три копейки. Ладно, не будем цены говорить. Нет, я не буду жалиться. Тем более здесь нет. У нас работает... Газовый регулятор. Бакарит-перещелка. В общем, здесь не голокая пуля, а нужно монетку с собой носить. Нет, это ран там, римом, проточкой пуля. Можно это. Не пуля, а... Я знал, что ты меня поправишь. Я просто знал, что ты меня поправишь. Вот и все. Это комплекс? Нет. Подержи, пожалуйста, давай. Собирай. Немного. Ты красоту приподнимешь, чтобы не... Да, да, да. Вместо станочка ее у тебя поработать. Ну, из-за чего мне надо. Там, смотри, ну... Это себя, а это... Подожди, тут важный момент. Смотри, на Апере такая переборочка у тебя под левой воротой. Посмотри. Видишь? Ну. Вот. Так вот. Скорее всего, у него он ставится, как на системе Калашникова, в определенном положении. Он должен зайти все-таки в свою... Андрей забил, поломал дорогу, еще робится. Он не знает, как его собрать. Вот же Эхпер. Нет, смотри, здесь... Скажи, пожалуйста, ты эксперт или не эксперт? Нет, я не эксперт. Слово. Я... Я этот самый. Эхпер. Не важно. Не отсекать, а отражатель. Да. Отражатель там стоит. Да. Я понял, его нужно открыть, когда он войдет, а потом его закрыть. Понятно? Он его туда затолкать. Да, 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 да. Вот так, видишь? Да, да, да. Уже близко. Выпала личинка. Личинус. Личинус зонбора, да? Личинус выпал. Причем тоже характерная деталь. Повторяем. Он на полочке, которая на высоте просто улетела меня. Да, да. Характерная особенность. Ну, так, особенность. Да, особенность. Это то, что Акер на лове закрывается на особую деталь, которая является конструктивной частью направляющей на возвратные пружины. Ну, Акер автомат опилатный. Да. Значит, она там заперлась в положение. Сейчас я попробую ее отпереть. Извлечь. Провернулась личинка. Ударник здесь, конечно... А вот так ее надо собирать. Видите? Униз головы просто. Да. Кстати, ударник под пружинкой. Причем ударник конструктивный состоит из двух частей. Смотри. Вот это, собственно говоря, то, по чем бьет крол. Видишь? А это сам ударник. Это две разные детали. Это ударник и байок. Ну, это байок. А это ударник. Ну, байок обычно... А байком обычно называют вот эту вот пипку на конце ударника. Поэтому... Ну, в общем, ударник из двух частей. А здесь. Да. Так. 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 Вот тут надо этой штучке приподнять. Так. Не читал ты книжку про Робинсон, понимаешь? Про это самое, про FN Fallen, да? Ну, FN Fallen немножко не так как-то сделано. Да. Немножко. Так. Теперь его надо провернуть. Доставь. 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 Дос извлеку, пусть туда будет. Вот. Так. Все-таки нужно закрываться, и он тогда не будет устакивать. Запираться. Не запираться. Вот. Видишь? Да, да, да. С проворотом его сразу, потом вставлено. Опять же так же копиварки, грубо говоря. То есть, если не провернуть, если его не вытолкнуть. Да, личина затвора, просто копирным щифтом упирается, щифт, вернее, упирается в АААА. Поэтому у арки есть такое очень характерное встряхивающее движение. Уарководок, в смысле. Уарководок, в смысле. Уарководок, да. Ну и, собственно, что? Здесь нажимаем педальку. Педальку. Засолим ее в качель. В... В... В пропил. Выпил, отпускаем, он защелкивает. Проверим работу спустой. Я ее починил. Да, да. Теперь ты точно не эксперт по Робинсону. И как варка, кстати, не закрывается. Не работает. Не включается. И как-то своеобразная, но, честно говоря, вот это немножко заморочка с разделяющейся затворной рамой. И может, видите, в первый раз свои нюансы внести. Ну, дело такое. Окей. Что, смотрим дальше? Как ты рассматриваешь ее в качестве покупки полуавтомата 308? Ну, как вариант, вполне. А есть вариант? А можно я не буду в этом магазине говорить сейчас об этом? Хорошо. Следующий. Откладываем, да? Да. Может, отставить, да? Да. Или передать ее в бережные руки в сторону за кадр. Оп. Нет. Нет. Так. Что дальше? Давайте с Беры-ты начнем. Она мне не нравится, поэтому начнем мы с ней. Но она легкая. Но она вся пластмассовая. Ну, блин, реально легкая. Она пластмассовая. Я думал, что это кусок, извините. Она... Ну... Пластик. Армированный. Дело... Смотри. Дело в том, что... RX мне нравится. И рельсы пластиковые. Нет. Или нет. Пластик, пластик. Но не такой, как здесь. Другой сорт. Понимаешь, в данном случае другой сорт пластика звучит, как... Да. Как и не нату. Вот. Видишь, педальки с другой стороны. А здесь, если нажаешь педальки, то закрывается. А почему нельзя просто за счетные? Прицелы, кстати, просто адские. Возьми ее в скинь и попробуй гоним пиццом. Они просто адские. Они похожи на детские водолеты пистоли. Абсолютно. А как же тут стрелять? Здесь у нас... На 600 метров. Колесико перекидное, в котором измеряется размер дырочки диоптера. Ну и, соответственно, соответственно, возможность прицеливания... Почему, что я в себя целюсь? Да убивай себя. Бейся в стену. Автор бейся в стену, да? Смотри. Ну вот... Она легкая. Я не ожидал. Я думал тяжелее. Дожди. Это... Она не легкая. Она нормальная весит. Но ты видишь большой объем. Возможно. Да? Но она пассивная. Оптические обманзрения. Она весит, то... Ну, нормально. Не знаю. 3 килограмма. Она так будет. Муравильник. Ну... Муравильник. Совершенно... Арочные магазины. Тут какие-то... Какие-то интересные... Защелки. Как будто такое ощущение, что это... Что это детские водолеты пистоли. Да. Какой-то прибор, который разбирается на защелках. Вот как телефон. Вы крышку отщелкнули и открыли. Вот здесь снизу... Снизу какие-то защелки. Но это крышка вот эта. Она закрывает кладочку Пикатитин. Ронформер. Еще немножко покрасил в желтый цвет. Но бамблби получился. Может в коричневый сразу. Извините меня. У меня предвзятые отношения просто к этому... Карабину или штурмовой винтурке. Да. К нему. Да. Что да. Карабину или что да. Что тоже не складывается. Ну, да. Заклеим. 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 Единственный плюс, конечно, вот такой вот. Вы меня видите и я вас вижу. Значит здесь дырка. Значит здесь дырка, да. Ну, это прикольно. А спусковой крючок? На рычаг. Обрати внимание. На рычаг маленький. Обрати внимание на форму и размер спусковой крючка. Ну, он широкий и это, я тебе скажу, плюс. Ну, его пластиковый. Ну, лично для меня. Пластиковый. В общем, те, кто жаловался, что ихний лог сгрызла собака. Кто? Ну, помнишь фотки в интернетах, там где лог собака съела. То это для собаки десерт. Это вообще, да. Это торт для собаки. Это большой торт. Давай посмотрим. Содержим. Внутри? Думаешь, надо? Ну, естественно. Расскажи мне, пожалуйста, что вот это за педалька? Вот уверен, что это педалька? Может, это качелька? Нет, это педалька. Качелька, это вот. Вот качелька. А это педалька. Извини. Может, это ствол снимать? Сейчас так нажал, сошел, улетел туда кружина. Шучу, конечно. В общем, я понял. Ты не знаешь, как она разбирается? Я не знаю. Я первый раз взял. Отстегиваю магазин, тебя поклассит. Я, наверное, попрошу полкомыть руки после нее. Это, конечно, прикрылась на самом деле. Если бы кто подарил, я бы взял, конечно. Какую-то... Пользовался с удовольствием. Но, тем не менее, эта вертовка пользуется определенной силовой структурой. А у них выбора нет. А у них положено так государство. Потому что это у них концерн государственный. Ну, давайте попробуем разобрать. Давайте. Давайте. Во время этого, что мы могли закрывать, может, да, так и лучше. Все, конец первой части. Вы поняли. Подожди, ты в интернете почитаешь, как ее разбирать, да? Посмотри, обрати внимание. Знаешь, что такое? Затворная задержка, я же показываю. Нет, так это сброс затворной задержки. А это, была постановка на затворной задержке? Чего, без магазина? По идее, да. Видишь? Так нет, вот она, вот она. Вот эта педаль снизу. Она ставит, а эта снимает, сбрасывает, а эта ставит. Но я туда не смотрю. Хорошо, завтра мы будем. Ой, то ли ты в дырочки не смотришь? Нет, я в дырочке не смотрю. Я вообще невнимательный такой, чувак мне об этом часто говорят, что они внимательны.